Здравствуйте, меня зовут Ярослава. Я участвовала в тренинге Павла Колесова с бычьей мечи 2015-го. И хочу сейчас поделиться своими эмоциями, своими впечатлениями об этом тренинге. Он был очень глубокий, очень насыщенный. Было очень много проработок. Мне очень понравилась практика, которая убирала сопротивление. Она касалась домашних заданий, но я ее использовала для того, чтобы разобраться со своим сопротивлением к занятию физическими упражнениями. Очень было интересно, какой ответ я получила в этот момент. Там было очень много интересных практик, обо всех не расскажешь. Первое, с чего я начала, это было колесо баланса. Я составила 8 секторов, и по каждому сектору я еще составила 8 секторов, и получилось 64. И передо мной появился весь мой план, моя жизнь, то есть план, чем мне надо заниматься, чтобы улучшить качество своей жизни. С чего надо начать, где мое самое слабое звено. Я уже составила план, чем я буду заниматься в этом году. То есть сначала я взяла самое слабое звено, потом более, ну, такое, мини-слабое. И там появился план на много лет. Было мое слабое звено, что когда я стала составлять отчет за 2014 год, я поняла, что событий было очень много, но поскольку я не вела дневник успеха, мне нечего написать. Сейчас я начала вести дневник успеха, и это уже сегодня 8 января, я уже 8 дней его веду. И просто интересно даже было перечитать за 1 января, что произошло, какие были события. Это очень интересный тренинг, особенно последний каст по поводу денег. Из меня повылазило столько убеждений, столько моих отрицательных, каких-то такого отрицательного отношения к деньгам, что я, ну, я диву далась, я никогда не думала, что я так отношусь к деньгам. Всегда мечтала, ну, все, как и все, мы мечтаем жить хорошо, иметь много денег, быть богатыми. А оказалось, на самом деле, что я этого не очень хочу, и разобралась в этом, почему. Я очень благодарна Павлу Борисовичу, я очень благодарна своему бессознательному, что я вписалась в этот тренинг. Спасибо всем. Я вообще очень счастлива сейчас после прохождения этого тренинга. У меня такой внутренний подъем, внутренний, ну, как это сказать, внутреннее такое состояние чего-то делать, дальше идти вперед. Мне просто счастлива. Спасибо вам, всего вам доброго, до свидания.